Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. В этом видео мы покажем процесс лечения кариеса. Начинаем препарировать кариозную полость. Используем шаровидный бор с алмазным напылением с синей маркировкой. Удаляем все пигментированные размягченные ткани, пораженные кариозным процессом. При этом используем воздушно-водяное охлаждение и прерывистые движения. Делаем фальц по краю мали для лучшего прилегания и плавного перехода пломбировочного материала к стенкам полости. Зондом проверяем, все ли размягченные ткани мы убрали. После препарирования очищаем зуб от налета и пеликулы с помощью щеточки и полировочной пасты. Далее проводим медикаментозную обработку 0,05% водным раствором хлоргексидина и тщательно высушиваем. Выполняем протравку твердых тканей зуба. Используем гель, содержащий 37% ортофосфорную кислоту. Протравка устраняет смазанный слой дантина после препарирования и способствует более глубокому проникновению адгезивного материала ткани зуба. Спустя 30 секунд тщательно смываем протравку. Далее брашем наносим на эмаль адгезив для более надежной фиксации пломбировочного материала и пистолетом раздуваем слабой струей воздуха. Засвечиваем с помощью фотополимеризационной лампы 10 секунд. С помощью гладилки и штопфера порционно вносим и распределяем пломбировочный материал. Каждый слой засвечиваем фотополимеризационной лампой в течение 10 секунд. Моделируем жевательную поверхность, бугры и фиссуры. Проводим окончательную полимеризацию пломбы в течение 20 секунд. Корректируем высоту пломбы по прикусу с помощью бора с красной маркировкой оливовидной формы. После того, как форма зуба восстановлена, шлифуем пломбу полировочной резинкой в форме обратного конуса до идеальной ровности и гладкости. Придаем пломбе естественный блеск, устраняем все мячайшие шероховатости, щеточкой и пастой. На этом этапе лечение кариеса можно считать оконченным. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных видео про стоматологию. До свидания!